здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня поговорим о такой важной проблеме которая есть у некоторых дашников ну у некоторых дашников как бы участки бывают не освещенные бывают теневые участки полученевые участки и вот ну я как бы не знают можно ли там посадить можно ли вырастить там зелень можно там вырастить что какие-то другие овощные растения в частности не только декоративные ну и вот сомнения ну для того чтобы развить ваши сомнения я поделюсь своим опытом ну есть у вас участок полностью теневой это ну как сказать на теневой колодец где солнце не в течение дня не проникает не проникает солнце ну не на дети там вырастут какие-то овощные культуры почему потому что все важные культуры они светолюбивые теневых теневых культур нету чтобы сплошной тени овощные культуры давали урожай поэтому соответственно что ему посоветовать есть тень вы там можете собирать собирать все удобные растения для вашего стола конечно это будет не яблони не груши не вишни это нам тоже расти не будет а что мы делаем теневой участок для того чтобы он приобретал очень хороший вид такие джунгли прямо создать мы высаживаем папоротники посадили папоротники они поднимаются создают там очень хороший фон а вот в тени этих папоротников что мы еще больше затяняем почву мы поставим чурки поставим чурки из лиственных пород не важно из борозы тополя вербы это не очень важно чурки размером ставим 30 50 сантиметров какая какие вам попадутся или какие вы сами сделаете и вот в этих чурках мы будем закладывать мицелий оказывается в чиновых условиях где нету недостатка где-то сета нету света очень хорошо растут грибы это и знакомы нам шампиньоны этой кольцевики это вешенки этой труфели в общем существует 15 видов седобных грибов которые могут расти в тени и они будут давать нам весь теплый сезон будут давать урожай главное приобрести их мицелий грибницу посадить ее расположить на этих пнях и в сырых условиях они прирастут и будут создавать целый сезон урожая ну конечно замешу сразу что эти грибы можно таким же успехом выращивать в подвалах где нету вообще никакого света нету света в подвалах точно делаем субстрат для этих грибов это субстрат обычно делается из запаранной соломы и мицелий повышается и они дают нам прекрасный урожай так что видите теневые участки не такие безнадежные они могут отблагодарить нас хотя бы грибами ну если участок полученевой тут надо исходить с каких понятий что если участок освещается солнцем хотя бы до 3-4 часа в день значит на этом участке вполне можно выращивать различные зеленые и праноароматические однолетние культуры они будут расти и давать урожай а вот если участок будет освещаться более 5 часов в день значит тут есть все шансы выращивать даже корнеплоды ну что мы можем посадить на нашем теневом участке такой полученевой участок где солнце хоть и немного заглядывает значит подойдет прекрасно для салата крест салата для мангольда это листовая свекла для шпината даже укроп кориандр там будет расти но учтите конечно что эти растения не будут такие как они на солнце растение будет более худоватые ну и более такие хилые поэтому знаете что там на очень большой урожай рассчитывать не приходится но тем не менее вы все же сможете получить урожай ну и дальше что необходимо и что помнить обязательно вот об этих зеленых культурах что в тени они более сочные но они не такие ароматные хотят все те же витамины сохраняются в них точно также что и на солнце поэтому знает знаете об этом ну а корнеплоды конечно что из корнеплода корнеплоды тоже прекрасно могут расти в тени из корнеплода у вас может вырасти и морковка и свекла может различное вырасти вас ученик вы мочи вы выращивать у вас вырастет и репа тени у вас все не вырастет и редиска это все тоже будет расти у вас в тени для того чтобы вы знали что ученики очень прекрасно могут развиться и капусты конечно это листовые капусты это пак чой это пекинская капуста это японская капуста и очень хорошо ученик удается вот такая капуста я думаю вы знаете это брусицкая капуста который может подарить нам качанчики чини они кстати очень хорошо завязываются такой не совсем тени ну получение завязываться прекрасный качанчики брусицкой капусты может вырасти капуста брокколи она не даст больших головок но она будет сочная и она долго как бы не переходит к цветению. То есть, наша капуста будет дольше пригодна для употребления на нашем столе. Ну и, конечно, кроме этих культур, которые надо съесть ежегодно, вот те же салатные капусты, даже та пекинская капуста, значит, что может расти? Все многолетние овощные культуры. Ну, а этих овощных многолетних культур, заметьте, что немало. Это многолетние луки, это лук-шлизун, это лук-шнит, это лук-многоярусный, вот, это и лук-батун, ну и целый раду их луков, конечно, можно выращивать в сени. Сделали градку один раз и собирать за лето 5-6 урожаев. Также катран можно выращивать в сени, хрен будет очень сочный, корнеплоды хрена будут очень сочные, может хрен расти, может спаржа расти, ревень, щавель. Эти тоже культуры прекрасно будут расти в сени и давать вам хорошую, сочную зелень. Так что выращивайте эти культуры, поймите, что они не безнадежные. Если вы выращиваете их в сени, вы можете иметь урожай, но тут есть два нюанса. В сени всегда большая повышенная влажность, понятно будет повышенная влажность, а вот эта повышенная влажность всегда провоцирует появление чего? Болезней. И очень часто на наших теневых посадках появляются мушнистая роса, серый налет на наших растениях, а мы будем растения как бы в зелень используем продукцию и второе ржавчина. Для того, чтобы обезопасить наши градки от этих напастей, значит мы будем сразу же проливать или опрыскивать почву сеной палочкой, вносим сенную палочку по поверхности почвы, вот с влагой она будет раствораться, растекаться по поверхности почвы и будет защищать наши растения от мушнистой росы. Если вы это не сделали или вот забылись это сделать, ну значит придется прибегать к биологическим средствам защиты. Ну самое простое биологическое средство защиты это на литр воды столовая ложка сухой горчицы. Размешали и этим порошком обрызгиваем наши растения. Потом нетрудно конечно смыть эту горчицу с зеленью, ну и вы можете спокойно употреблять в пищу. Ну еще один такой вариант для борьбы с болезнями на наших теневых посадках, это обычная сода пищевая. 50 грамм пищевой соды на 10 литров воды, опрыскиваем наши растения, они также будут защищены. Ну и далее не забываем, что теневые места не очень любят растения, зато их очень любят кто? Слизни и муравьи. Вот эти два объекта могут свести на нет ваш урожай, поэтому необходимо предпринять определенные меры. Ну а слизня я посоветую, самый простой такой способ, что можно сделать, это дубовая кора. Дубовая кора, дубовые опилки. Почему-то слизни очень не любят этот материал, поэтому края градок, чтобы слизни не заползли, посыпаем дубовой корой или дубовыми опилками. Точно так же в борьбе со слизнями очень поможет суперфосфат. Посыпали гранулом суперфосфата, это удобрение растворяется очень долго, слизни тоже не любят эту преграду, не хотят ползти. Конечно, можно найти другие способы борьбы со слизнями. Ну от муравьев, конечно, тоже придется бороться, но от муравьев проще всего это использовать, разлаживать время от времени сильно пахнувшие растения, типа пижмы и серой полыни. Раскладываем, они высыхают, а муравьи не любят, муравьи уходят с этого участка. Ну и также многие любители советуют, но я тоже пробовал, есть эффект определенный, посыпать зерна проса, посыпать пшено, обработанное зерно проса пшено, которое называется, посыпаем, где есть муравьи, они почему-то уходят с этих мест. Если вы примете такие меры, значит врезители не съедят ваш урожай, который вы с таким трудом выращиваете в полу тени. Ну а для того, чтобы иметь огромный ассортимент культур, которые вы можете вырастить в тени, вы заходите в наш магазин про цветок и как в интернет-магазин, так и в стационарный магазин в Минске по улице Кирова, 3. Там вы сможете приобрести огромный ассортимент семян для вашего участка. До свидания.